Что дальше? Обычный вопрос философский, но не сегодня и не для Беларуси. Я давно хотела поговорить с одним очень мудрым человеком, мудрым, опытным и моим другом, бывшим кандидатом в президенты Беларуси 2010 года, политическим узником, ныне координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым, чрезвычайным и полномочным послом. Добрый день, ваше превосходительство. Добрый день. Кстати, сказать, почему это звание сохраняется, ваше превосходительство? Ранг посла – это пожизненный ранг. Это не путать с должностью. Должностью посла можно быть, но поскольку от диктатуры я не хочу нигде и не хотел быть послом, но по выслуге лет и по опыту мне был присвоен, страшно сказать, уже сколько, 25 лет назад ранг чрезвычайного полномочного посла. Высший дипломатический ранг – да. Я считаю, что я до сих пор его имею право носить, поскольку работаю как дипломат на свободную Беларусь. Да, Андрей, но ты работал много лет в белорусском МИДе и был заместителем министра иностранных дел, то есть уже при Лукашенко. Да. То есть сначала это было ничего? Значит, я-то работал в МИДе независимой Беларуси. Я начинал в МИДе БССР. Была у нас такая привилегия, вот хочу еще раз напомнить, был интересный факт, было три МИДа в Советском Союзе. Это Советский МИД, то есть МИД СССР, и МИД Украинской СССР и Белорусской СССР. И опоставали это тем, что за вклад Украины и Белоруссии в разгром нацизма и за жертвы, которые понесли эти две республики, вот они становятся членами ООН. Вот. И я работал при нем, то есть в МИДе БССР, и потом работал в МИДе независимой Белоруссии. Никакого Лукашенко и в планах не было ни у кого у нас, когда МИД заработал как главный, один из главных органов независимого государства. Поэтому, да, я оставался, потому что видел свою задачу в формировании профессиональной дипломатической службы, и видел свою задачу в том, чтобы как можно быстрее разобраться с международной договорной базой для независимого государства Белоруссии. Вот, вкратце, вот такая история. В одном из своих недавних интервью ты сказал мысль, которая меня совершенно потрясла. И я хотела бы, будучи россиянкой, поговорить с тобой об этом. Ты сказал, что Лукашенко – это последний представитель русского мира на постсоветском пространстве. То есть Лукашенко за Путина, Путин за Лукашенко, русский мир – это так? Да, это единственный представитель такого русского мира, который олицетворяет сегодня Кремль. Вот этого русского мира, потому что так вот сейчас пытаются попрежде нам внушать, что Лукашенко бьется за независимость Белоруссии. Чушь все это. Он сделал себе мафиозное государство намного раньше, чем это произошло в России. Он делает все только для того, чтобы сохранить власть. Ему плевать, что это власть в независимом государстве. Делает все для того, чтобы жить в роскоши, грабить людей. У него 18 или 18 резиденций, которые дорого стоят. И единственный человек, который полностью обслуживает интересы Кремля в Белоруссии – это Лукашенко. Единственный человек, который ставит под угрозу независимость в Белоруссии – это Лукашенко. Потому что это именно Лукашенко. Он даже, может быть, больше продвинулся в пропаганде русского мира в Белоруссии, чем тот же Путин. Потому что Лукашенко до Путина подписал с Ельцин договор о создании союзного государства. И клялся верности. И до сих пор клянется верности. Как только он получает дешевую нефть, его верность просто зашкаливает уровень верности России. Тогда что это было с ЧВК «Вагнер»? Что это за история? Спектакль. Для нас нет ничего необычного здесь. Потому что каждый раз, когда у него критический момент какой-то, он выдумывает вот такие вот вещи. В 2017 году была ФРАО «Дело патриотов», когда 35 человек посадили. И меня в том числе обвиняли в том, что я организатор вооруженного восстания в Белоруссии. До этого были там крысы, которых неизвестные диверсанты, которые правили с водопроводом в Минске опустить. Когда я баллотировался, там были взрывчатка, железные прутья, колья, коктейли Молотова. Причем, когда мне показывали на следствии вот эти бутылки с коктейлью Молотова, они были замерзшие. То есть жидкость у них была замерзшая. Вот это было очень интересно. У них с логикой не воды. И вот ЧВК Вагнера, есть такое выражение, запустить дурочку. Вот Машенко запустил дурочку, и, как ни странно, ее многие подхватили. Потому что через Беларусь переваливаются сотни наемников, сотни бандитов. Несколько сотен бандитов и убийц с территории Беларуси переправляются на Донбасс и убивают украинцев. Потом возвращаются в Беларусь, подлечиваются, отдыхают, пропивают деньги и едут обратно туда. И это никого не интересует. А вот когда Лукашенко запустил вот эту дурочку с ЧВК Вагнера, начали все активно обсуждать. Да нет, это уголовники, которых полно в Беларуси под крышей Лукашенко. И я, например, уверен, что это согласовано с Путиным. Просто уверен. Потому что иначе он бы не посмел вот так вот нагло разыгрывать этот спектакль. Слушай, кремлевские пропагандисты уже запустили в день выборов в Беларуси, еще до событий ночного Минска уже запустили призыв «Путин введи войска в Беларусь». Этот сценарий ужасный возможен? Нет, это помощь Луке, это помощь Лукашенко. Этот сценарий невозможный, он не нужен Путину. Почему? Потому что Путину нужен слабый Лукашенко, мы это знаем. И сейчас он слабый, и денег Путин ему не даст, пока не получит какую-то собственность очередную на территории Беларуси. Чем они занимаются Лукашенко уже достаточно долгое время. Нет, это невозможный сценарий, я считаю, хотя и у нас это подхватывает, что возможно войска из России придут. Да нет, это как бы оправдать поддержку Лукашенко. Вот смотрите, войска не ввели, но поддержку оказали. Это такие, ну опять же, я говорю, что это разыгрываются дурные спектакли с плохими режиссерами и с некудышными актерами. А что будет дальше? Это же противостояние не может длиться долго. Что будет дальше? Может, потому что народ восстал. Уходи! 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 Хотя, надеюсь, что будут санкции. Уже терпеть не будут вот этого всего. Потому что я думаю, что даже его близкое окружение его сдает потихонечку. Это не проявляется сейчас как-то так публично и наружу, но он перестал быть гарантом. Денег нет, экономика развалена, никаких реформ нет. У него просто-напросто не хватит средств для обеспечения длительных репрессий и поддержания карательного аппарата в таком нормальном материальном состоянии. Просто не хватит. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это просто удивительно. Настолько люди поднялись защищать свое достоинство, что я такого не помню. В 2010 году у нас была очень большая поддержка. В 2010 году Лукашенко проиграл. Когда у меня спрашивают, в чем отличие между 2010 годом и нынешним, я говорю обычно, что в 2010 году он проиграл, а в 2020 году он проиграл с треском. И вот это вот проиграл с треском, и есть главное отличие. Ему не простят уже его поведение во время коронавируса, ему не простят такое хамское пренебрежительное отношение к людям. То есть он может попытаться трепыхаться и так далее, но дни сочтены. Я в это просто уверен. Ты знаешь, мы вчера наблюдали совершенно потрясающую по своим эмоциям картинку, когда по Омтерденлинген в Берлине, по центральной улице шли красивые свободные белорусы с флагами. Этот квартал полностью занимает российское посольство. И они вот шли мимо российского посольства, свободные люди. А мы смотрели и думали, черт, когда же мы вот так вот пойдем везде? Скажи, пожалуйста, мы россияне, мы чувствуем эту взаимосвязь между тем, что происходит в Беларуси и тем, что может случиться в России. Насколько эта ситуация похожа и насколько она не похожа? Я думаю, мы тут не только вот это, взаимосвязь. Есть действительно такие сообщающие сосуды. И вот не зря говорят про славянский треугольник Украины, Россия и Беларусь. Это так и есть. Вот этот треугольник определяет развитие всего региона и отдельно каждой из стран. И вот эти сообщающие сосуды, они раньше использовались для того, чтобы нагнетать репрессии и удерживать режимы диктаторские. Я имею в виду период правления Януковича, который приблизился к Лукашенко и к Путину в своем правлении. Но потом все это лопнуло, дали трещину эти сосуды и пошли другие процессы. Я думаю, что Беларусь центричен, я эгоист в этом плане. Я считаю, что Беларусь главная в этом треугольнике. Наверное, по масштабам, по географической величине, по населению она не такая большая. Но по стратегическому назначению она не менее важна, чем Украина и Беларусь, чем и Россия. И я думаю, что вот эти вещи, которые происходят сейчас у нас, которые происходят постоянно в России, это такие вестники нового времени. Новое время пришло. И вот старые власти, они не хотят меняться никак. Они считают, что они схватили уже своего сатану, ни в коем случае не бога, за бороду или за рога, и оседлали, и продолжают издеваться над людьми. Но уже время ушло. То есть появились, действительно, ты правильно абсолютно отметил, появились красивые свободные люди. И красота людей в свободе. Я вижу Хабаровский, я вижу Москву, я вижу людей, которые в одиночку выходят или на демонстрацию выходят. Как же они отличаются от этих Антон Бакутов, которые за ними бегают? Это просто фантастика. Кстати, кстати, Тату Бакутах, удивительное дело, во мне проснулся белорусский партизан. Как это возможно, когда в стране, которая, собственно, культивирует эту свою действительно великую партизанскую историю, свою военную историю, где белый айс слетит, там, по лесам и тихим женивьем, откуда в Беларуси могут появиться эти чертовые, я сейчас очень сильно матерное слово прижала, чертовые училки, которые вот лезут через окна, которые вбрасывают бюллетени, которые проводят учения, как они будут вбрасывать, и сколько будет голосов. И откуда берутся эти ОМОНовцы? Но это же невозможно быть потомками белорусских партизан. Это же не они. Ну, Оль, знаешь, в общем-то, кроме партизан, у нас еще и полицаи были. Вот. И когда пришел кандидат Люмпина, Лукашенко, Люмпин оживился. Если бы мы развивались так, как мы начали развиваться при Шушкевиче, как главе государства, была бы другая ситуация. И мы многое, конечно, за это время потеряли при Лукашенко. Но не все. Как сейчас он показал, в последний день, и до этого мы все-таки потенциал очень серьезно сохранили. А вот эти училки и вот эти вот полицаи, они оказались между двух огней. Вот это интересно. Я вот сейчас абсолютно отчетливо это увидел. Пожилые люди проклинают Лукашенко. Это их родители. Молодежь открыто выступает против Лукашенко. Парень на линейке пошел против Лукашенко публично, зная, чем это может грозить. Ученики пишут обращение к своим училкам. Мы уже написали коллективное обращение к нашим учителям и отправили его в гимназию. Теперь мы обращаемся к учителям всей Беларуси на каждом избирательном участке. Вы учили нас быть честными. Теперь мы просим об этом вас. Вы учили нас быть бесстрашными. Не зависеть от чужого мнения. Теперь мы просим об этом вас. Вы верили в нас, а сегодня мы верим в вас. Вы были нашим примером и надеждой на светлое будущее много лет. Теперь мы хотим стать надеждой и опорой для вас. Но нас не берут в избирательном. Поэтому мы надеемся на ваш честный опыт. Они оказались между духом, и у них нет выхода. Если смогут поменяться, ну, наверное, как-то сохранят какое-то что-то нормальное в своей жизни. Если не смогут, я боюсь, что это просто будет такой национальная трагедия для этого слоя. 40-50-летних, условно говоря, которых проклинают и родители, и дети. Вот это вот явление я сейчас отчетливо вижу. И это никуда не уйдет. Им некуда деваться. Они, ну да, могут побарахтаться за какие-то монетки свои или за то, что... А бы тихо было. Но время-то ушло уже. Все. Вот этим ничего не сохранишь. Я говорю, что ты говорила про демонстрацию яркую, красивую, да, в Берлине. А я вспоминаю кадры вчерашние, да, девушка в подвенечном платье на мотоцикле с парнем, да. Вот. Там, я не знаю, там, молодежь, которая просто-напросто смеется в лицо омоновцев, хотя ее бьют. Это фантастика. Это уже история, которая останется в веках. Красивая, нормальная история. Да, но красивая история, когда во многих городах, в небольших городах, когда ОМОН опускал щиты, когда ОМОН снимал каски, когда они не шли на народ, когда на многих участках те же самые учительницы переписывали протоколы, говорили, знаете что? На самом деле все было так. И там явно второй тур, причем с перевесом Тихановской. Это именно после обращения учеников, выпускников к своим учителям. И когда в посольстве Вашингтона, в Вашингтоне, в Белорусском посольстве, вдруг обнаружилось, что там победила Тихановская с перевесом не на порядок, а на четыре порядка, 13 голосов в Вашингтоне за Лукашенко, и это посольство Белоруссии публикует, это означает, что посольство Белоруссии в Вашингтоне выбрало свободу? Конечно, да. Выбрало свободу и выбрало правду, это главное. Если ты выбираешь правду, ты выбираешь свободу. Это аксиома. И можно петлять, как говорят на зонах, но всю жизнь ты не пропетляешь. А что дальше? Что будет дальше? Дальше, всю минуту, но дальше. Будет противостояние. Ухажьте! 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 Будет попытка все это задушить, которая не даст никаких преимуществ, на самом деле, Лукашенко, Потому что, опять же, фактор экономики – это самый сильный фактор, а экономика у него в катастрофическом состоянии. То есть у него не будет даже средств на оплату карателей своих, и это все начнет разваливаться. Это уже разваливается, и он сам разваливает старое. Старое никому не нужное разваливание. Он сейчас цепляется за власть, потому что просто-напросто он… Ну, это не те люди по характеру, которые могут вспоминать историю, вспоминать о Чарушеску, о Саддаме Хусейне, о Каддафе и так далее. Они считают, что они бессмертные и во всем правы. Ну, история учит, что, во-первых, демократия, она все-таки жива и долговечна, а диктатура дискретна, и это будет то же самое в Белоруссии. А Лукашенко ждет Ростов или он выберет другой путь? Я не знаю, мы обсуждали вот это с друзьями и пришли к выводу, что вот мы не хотим его отдавать, мы хотим судить внутри Белоруссии. Андрей, вот ты мудрый человек, который через очень многое прошел. И плюс ко всему есть мудрость образовательная и мудрость, так сказать, рабочего стажа дипломатического. Скажи, пожалуйста, вот ближайший месяц что нужно делать, чтобы в конце концов избавиться от диктатора? Твои рецепты? Мои рецепты сейчас, ну, я поскольку больше действительно пытаюсь уделять внимание международным делам, да, я прошу людей о поддержке, о введении санкций со стороны Запада, о признании Тихановской, потому что уже можно признавать. Мы все это видели, насколько надо сбивать спесь и наглую ложь Лукашенко. Я думаю, что со стороны России, если мы говорим о России, то нам очень важна солидарность, нам очень важно внимание искреннее и сознанием дела. Потому что немножко, вот мы с тобой говорили, ты все это, в общем-то, знала, что это будет происходить у нас. Но почему другие были удивлены, что вдруг Белоруссия восстали? Потому что не знали ситуацию. Ситуация у нас такая, народ восстал и народ не успокоится. Значит, используйте все свои связи, особенно на Западе, для того, чтобы остановить насилие от Белоруссии, для того, чтобы остановить Лукашенко, для того, чтобы Лукашенко ушел. Потому что реал-политик, так называемый, и бизнес-интересы вредят нам всем. Они слишком далеко зашли. Вот когда начали против России вводить санкции, поняли, что, а как вводить их, когда все деньги на Западе, и причем работают на Западе, и причем половина правительств в ведущих странах, они сидят на этих деньгах. Вот это надо разрывать, эту связь. Лукашенко такого меньше, такого лоббизма денежного на Западе меньше, поэтому с ним легче разобраться. А дальше цепочка распутается. Поэтому ничего, кроме за вашу и нашу свободу, лучшего человечество не придумало в таких ситуациях. А что делать людям в Белоруссии? Что ты рекомендаешь? Забастовки? Выходить каждый вечер на улицы? Конечно, конечно. Я думаю, вчера вот мы говорили как-то, и Европейская Беларусь как раз поддерживала такой план. 500, полмиллионов в день выборов, миллион, два миллиона, вот такие цели. Было вчера полмиллиона явно на улицах. Да, забастовки, да, выход на улицу, да, сопротивление режиму, причем ненасильственное. И я думаю, что это крайне, это очень тяжело, но это крайне важно, потому что это моральная победа уже над режимом. Да, выходить на улицу, да, саботировать, да, не подчиняться никаким распоряжениям, никаким приказам и так далее. Лукашенко сам, кстати, помог. Он устроил забастовку с его помощью, потому что вырубил интернет, потому что заблокировал телефонную связь. И предприятия, особенно часто, просто не могут работать. Лукашенко, вот, да, можно сказать, помогает осуществляться этому плану всей общей забастовки. Андрей, когда ты собираешься, когда ты вернешься в Беларусь? Как только будет возможность участвовать в жизни государства, правительства после Лукашенко? Очень многие белорусы, которых мы знаем, мне кажется, тоже вернутся, хотя живут за границей давно, и есть работа, или учеба, семья и так далее, и так далее. И мне кажется, что это очень большое отличие белорусов от россиян. Мы уже не вернемся, а белорусы возвращаются. Ну, я не могу говорить за всех, о себе могу сказать, да, я не собираюсь здесь устраиваться. Есть такое выражение известного Салмана Ружди, да, изгнанника, автора Станинских стихов, который сказал, что изгнание – это мечта о триумфальном возвращении. Вот в моем случае я слово «триумфальное» отметаю напрочь, и я могу, да, сказать, изгнание – это мечта о возвращении. Я этим и живу. И многие белорусы, да, тоже. Отличная мечта, и, мне кажется, уже близко. Живи, Беларусь! Живи вечно! За нашу и вашу свободу! Спасибо, Андрей! И если мы надарим вдвоем, то стены рутут, друг, 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 и свободно мы вдохнем. Салмана Ружди, Беларусь!